Добрый вечер в эфире Вести Карачева Черкесия. Символ вечной памяти в Зеленчукском районе на территории войсковой части 20.096 в рамках всероссийского проекта «Кедр России» посадили аллею памяти в честь героев специальной военной операции. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Дружба воинов непоколебива света. Она не умирает никогда. Мы по оружию родному брату воздвигнем памятник на долгие года. Соединим же верные сердца и скажем, как невелика утрата. Пусть нет фамилии у нашего бойца. Есть звание российского солдата. После победы в Великой Отечественной войне эстафету мужества приняли военнослужащие российской армии, которые в настоящее время принимают участие в специальной военной операции. Войсковая часть 20.096 в знак памяти и уважения приняла участие в проекте «Кедр России». Акция началась с торжественного митинга на территории части, в котором приняли участие руководство и личный состав воинской части, духовенство юноармейцы. Наш долг сделать все, чтобы о подвиге знали и помнили наши дети и внуки, поделился командир военной части Сергей Прибытков. Важно вовлечь нашу молодежь в социальную деятельность. Сегодняшнее мероприятие – это начало будущей аллеи памяти героев, специальной военной операции. Таким героем был наш земляк полковник Ерманов Игорь Викторович, который погиб 1 сентября 2022 года. Я хочу, чтобы эта аллея кедров, которую мы посадим не только на территории нашей части, но и на территории нашего гарнизона, способствовали связи поколений и гордости наших сегодняшних героев. Юноармейский отряд в гарнизоне военной части назван в честь погибшего героя Игоря Викторовича Ярманова. Почти все они – дети офицеров. Кто-то из их отцов погиб, другие, рискуя жизнью, продолжают сражаться на передовой. Воспитание молодежи происходит на живых примерах отважных подвигов героев. Аллея, по словам ребят, для них не только память, но и дань уважения военнослужащим, которые защищают нашу родину, память о тех, кто погиб. Я горжусь своим отцом очень сильно. И мне, грубо говоря, повезло, что у меня сейчас все хорошо, могу увидеться с папой, когда он приедет в отпуск. У некоторых людей такой возможности нет. Им было бы приятно, чтобы о их отцах осталась память. Наше молодое поколение, вступив в строй юно-армии, показывает большой пример. И это будущее нашей страны. Я хочу, чтобы мой сын стал настоящим мужчиной и стал будущим нашей страны. И чтобы я смог гордиться им всю свою жизнь. Участие в акции является целью экологического и патриотического воспитания. С давних времен кедр восхищает людей своей природной мощью и жизнестойкостью. Все участники мероприятия, вооружившись лопатами, приступили к посадке саженцев. Символа памяти и уважения. Вырастить такую аллею не только чудо, но и гордость. Есть вещи, которые переживают нашу жизнь, которые продолжаются в вечность. И эта аллея славы, аллея памяти наших героев и живых, и тех, кого уже с нами нет, она будет напоминать всем о том, что человек может сделать дело, которое переживет его и его детей, и даже может быть. Потому что многолетние деревья, которые здесь сейчас посажены, они долго будут согревать сердца тех, кто будет на них смотреть с памятью о наших героях. Кедры скоро подрастут и станут символом вечной славы наших героев. Дарья Тендит, Ольга Савенко, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Рожденные энергии – один из крупнейших проектов «Паурус Гидра» в области здравоохранения. И он направлен на оснащение перинатальных центров и родильных отделений больниц. Какое оборудование поступило в родильное отделение «Станицу Зеленчукской» в рамках этого проекта в репортаже Аллы Динаевой. Будний день родильного отделения Зеленчукской ЦРБ начинается с пятиминутки заведующей. Сколько поступило беременных? Беременных четверо поступили сегодня. Всего 10 человек в отделении. После разбора каждодневной текучки медицинский персонал приступает к своим обязанностям. Ведь в их внимании и помощи нуждаются мамы и новорожденные. Этот малыш появился на свет накануне приезда нашей съемочной группы. С помощью нового оборудования неанатолог Аминат Аджиева проверила крохи слух. Здорово, что есть такие приборы, которые сразу показывают здоровье малыша, что с ним все хорошо, все в порядке. Мама спокойна. Современное оборудование для проверки слуха новорожденных родильному отделению Зеленчукской больницы в рамках проекта «Рожденные энергии» подарила компания «Русгидро». У нас был старенький аппарат, он сломался. Сейчас аппаратура стоит очень дорого, поэтому это значимый подарок. Мы очень рады, довольны. Теперь нашим деткам неанатолог проверяет слух, и если есть проблемы, их направляют к сурдологам, чтобы они пораньше начали заниматься здоровьем ребенка, рассказывает заведующее отделение. Лет пять назад «Русгидро» нам дарил аппарат КТГ, тоже очень хороший, мы довольны, потому что, да, сейчас ценник такой, что сама больница приобрести это не в силах. Тем более у нас роддом маленький, по сертификатам денег получается тоже мало, а по современной стоимости реально невозможно приобрести это, потому что в основном все пускаем на медикаменты, чтобы, по большому счету, наш роддом обеспечен медикаментами, можно сказать, на 99%. А Тима Хубиева – выпускница Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова. После окончания вуза вернулась на малую родину и 11 лет работает в этом лечебном учреждении. Вместе с заведующей Галиной Солдатовой они ежедневно проводят операции. В неделю у нас варьирует от двух до пяти, иногда и семи операций в неделю. В день одна-две операции у нас. Сейчас мы активно начали использовать гистроскопию. Она у нас зависла некоторое время, они работали. Делаем практически все операции, которые возможны. С начала 2023 года в Зеленчукской больнице на свет появилось 318 детей. Сердечка, видишь, стучит хорошо, все нормально, все благополучно. Профессионализм кадрового состава занимает ведущее место, но и техническое оснащение родильного отделения не менее важный вопрос. Конечно, мы очень хотели, чтобы сделали ремонт, хотя бы косметический. Самая основная проблема – это у нас напольное покрытие, которое не выдерживает критики. Да, оно уже давным-давно износилось, но в современном мире это очень тяжело произвести. Поэтому из оборудования чисто для работы нам крайне необходим аппарат ИВЛ для новорожденных. Да, у нас его нет, и когда появляются тяжелые детки, приходится рукой производить ИВЛ, пока приедет реанимация из Черкесска и заберут этих деток. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром в отдельных районах туман, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночи минус 1, плюс 4. В горах до 6 градусов мороза, а днем плюс 3, плюс 8. И местами до плюс 13. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночи 0, плюс 2. А днем 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Настоящая черкешинка. Так в личной беседе генеральный секретарь коммунистической партии Леонид Брежнев называл Марья Черкесову, стройную горянку депутата Верховного Совета РСФСР, начинавшую свой рабочий путь со звеньевой совхоза Хабецкий и ставшую впоследствии полным кавалером Ордена Трудовой Славы. Знаменитую землячку на открытом уроке вспоминали ученики медицинского класса Общеобразовательного лицея-интерната Ула Хабец. В числе гостей была и Фатима Даурова. У входа в школьный кабинет гостей встретила выставочная зона, представленная экспозицией с фотографиями, документами и книгами, раскрывающими жизнь и трудовую деятельность героини сегодняшнего занятия Маряты Нусовной Черкесовой. Урок открыла учитель родного языка Элла Седакова. Доклады учеников 11-го медицинского класса отображали большую и проектно-исследовательскую работу, которую они провели вместе со своим наставником. Их выступления перемежались с воспоминаниями гостей о знаменитой труженице. Самое важное дело Марии Атлусовны в том, что она была организатором труда. Она все-таки была организатором. Она могла так людей собрать вокруг себя и так организовать труд сельскохозяйственный, что они получали вот здесь, в совхозе Хагбейский, урожай, который гремел на весь Советский Союз. Вспоминали, как в 1972 году на одном из партийных съездов к Марят Черкесовой подошел тогдашний генеральный секретар Центрального комитета социалистической единой партии Германии Эрих Хонекер. Снимок с их дружеским рукопожатием сразу же появился на титульной первой полосе крупнейшего информационного издания ГДР «Ноэс Дойчланд». Этот выпуск газеты специально был передан из Германии в Советский Союз, а затем и на малую родину Марят Черкесовой в Хаббес к Адресату. Марят Инусовна всю жизнь вроде бы занималась таким трудом, сельским трудом. Но на самом деле она была аристократкой духом, потому что ее личность, ее жизнь вся, она как раз-таки под определение аристократа подходит. Аристократ – это тот, который думает о людях. Формирование личности, не лишенной исторической памяти, не освобожденной от культурных традиций, ответственной за историческое прошлое, настоящее и будущее – это едва ли не первоочередная задача в настоящее время, считают организаторы уроков памяти, преподаватели и воспитатели лицея. Именно эту цель преследует и дочь Марят Инусовной Жанна Хомукова, которая переняла от матери благородный аристократический дух. Она восстановила 6 тысяч имен без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны. Ни одному историку это не удалось. В принципе, если бы она оформила это как диссертацию, она могла бы стать, ее метод восстановления имен без вести пропавших солдат времен Отечественной войны мог бы стать очень таким востребованным. Она могла бы получить степень любую, может быть, даже доктора наук, потому что сделан огромный труд. Причем этот труд она сделала не только для какой-то, начала, конечно, со своей семьи, но она для всех жителей Карачаев-Черкесии, независимо от их национальной принадлежности. Да что Карачаев-Черкесии? Всех жителей Северного Кавказа. Такие личности, как Марят Черкесова, становятся примером для подражания. И когда молодое поколение изучает историю, в сердцах старшего теплится надежда, что достояние народа не будет утеряно или забыто. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Вести, Карачаево, Черкесия. Продолжается подписная кампания на республиканскую газету «Карачаево». Она продлится до конца года. Важно отметить, что в следующем году газета отмечает свой 100-летний юбилей. Данное печатное издание освещает общественно-политические события в республике, а также публикует мастериалы по истории и культуре карачаевского народа. Сотрудники газеты «Карачай» постараемся сделать все возможное, чтобы газета стала еще интереснее, еще информативнее и приносила наибольшую пользу нашим читателям. Мы и до сих пор делаем все для этого. Стараемся уделить внимание истории народа, помимо общественно-политических вопросов, и литературе, нашим маленьким читателям, развитию и сохранению языка. Праздник «Октябрьской звездочки» прошел в специальной коррекционной школе Черкеска. В ходе торжественной церемонии члены регионального отделения КПРФ приняли в октябрята самых достойных и лучших ребят. Они пообещали хорошо учиться и иметь прилежное поведение. По традиции октябрятские звездочки детям пристегнули их старшие товарищи-пионеры. На флешмобе «Вместе весело шагать» Полина Чукунова гордо маршировала со своими сверстниками, а затем спела песню про солнечный круг. Также наградили преподавателей специальной коррекционной школы Черкеска, а каждый октябрёнок получил памятный подарок. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайны следствия». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин